МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новые веб-приложения и содержат разнообразные шаблоны страниц. А потенциальные потребители – это школьники, студенты, это люди, которые, в принципе, интересуются созданием сайтов. То есть если человек хочет понять, как сделать сайт, он может взять эту среду, сделать простейший веб-сайт и начинать в этом разбираться. В Лицее информационных технологий номер 1533 о сайтостроительстве знают не понаслышке. Программированием здесь занимаются основательно. В учебном плане стоят такие предметы, как основы HTML и CSS. Создать полноценную интернет-страницу может любой девятиклассник. У каждого лицеиста есть свое мнение о том, какой должна быть среда для начинающих веб-программистов. Если он хочет из программы понять, как писать сайт, то тогда, конечно, в этой программе должно быть много всяких кнопочек, чтобы просто нажал, и там тебе выявилось, что вы хотите то-то, то вам можно сделать то-то, то-то, чтобы он сам не писал код. Хотелось бы надеяться, что он бы смог стать моим рабочим инструментом, чтобы был удобный, имел множество хороших функций. Мне можно было бы как раз что-то создавать интересное, оригинальное. С тем, что веб-матрикс может стать удобным инструментом начального уровня, согласны и преподаватели. Правда, изучать его помощью основы программирования будет сложно, но получить представление о веб-разработке можно вполне. Говорить о том, что человек, способный сделать сайт, тождественно равен программисту, ну, наверное, сегодня любой практик поймет, что это неправильно. Но пройти через четкое понимание фаз разработки проекта, вот это становится главным. Веб-разработчик Аркадий Турченко считает, что в среде профессионала веб-матрикс тоже может найти свое место, но только в качестве инструмента для создания сайтов-прототипов. А любителям, если они стремятся к развитию, освоить веб-матрикс не составит особого труда. Но если человек захочет быстро развиваться, он быстро упрется в определенные рамки этой программы. И дальше надо переходить на что-то более серьезное. В Майкрософт уверены, веб-матрикс найдет свою нишу и сможет привлечь в мир веб-разработки новых людей. Тех, кто еще пока далек от программирования. У нас было много разных инструментов, и сейчас есть огромная платформа веб-разработки, и точка входа в нее очень сложная. То есть нужно много всего изучить для того, чтобы начать создавать веб-сайты. Мы, заходя в сайт, в инструмент, в котором можно буквально несколько кликов мышки создать что-то уже работающее, и потом это дорабатывать из одной изученной платформы. Бета-версия веб-матрикса была представлена еще в июле 2010-го, за полгода до официального релиза. Но особого ажиотажа вокруг проекта нет до сих пор. Это не значит, что он не востребован. Как мы только что убедились, интерес к новой среде есть. Причем не только у школьников, но и у серьезных разработчиков. Так что подождем. Быть может, мы еще не раз услышим о веб-матриксе. А может и не услышим.